Коллеги, предлагаю дать возможность выступить Вячеславу Анатольевичу Штырову. На этом, к сожалению, мы должны завершить выступление. Нет возражений? Нет. Вячеславу Анатольевичу Штырову, пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, я присоединяюсь к высокой оценке моих коллег, деятельности наших внешнеполитических служб и вашей лично. В то же время я хотел бы затронуть некоторые проблемные вопросы в нашей с вами совместной работе по защите наших интересов. Прежде всего, это Арктика. Как вы знаете, в Арктике подскудно происходят большие перемены, которые некоторые специалисты называют грядущим большим переделом в Арктике. Меняется понятие о границах арктических владений, о принадлежности проливов, островов, морей. Ведется большая такая дипломатическая работа. Есть столкновения между всеми арктическими государствами, в которых начали принимать участие и не арктические государства. Вот мы самые активные участники этих процессов. И в 2010 году в качестве такого первого шага был подписан договор о ограничении морских пространств России и Норвегии. В результате подписания этого договора мы добровольно, я подчеркиваю, добровольно уступили свои наши территории в Баренцевом море 80 тысяч квадратных километров богатейших площадей с рыбными запасами. Лишились возможности работать на шельфе этих 80 тысяч квадратных километров. Это те пространства морские, которые исторически принадлежали России с 1916 года, императорской России, а Советскому Союзу с 2016 года. Мы уступили. А что же мы получили в ответ на самом деле? В ответ Норвегия ввели 200-мильную зону вокруг острова Астрахиплага Спецберген, объявили свою особую экономическую зону с особыми своими правами, что они сделали незаконно, потому что они на это не имели никакого права. Они нарушили наши права, создали затруднения нашим рыбакам, есть очень много жалоб, лишили нас возможности работать на шельфе в этой 200-мильной зоне. Они нарушили права и других государств. Поэтому я предлагаю либо провести такую упорную работу по регулированию этих отношений с ним, чтобы они отказались в отношении нас от этих привилегий 200-мильной зоны, либо поставить вопрос глобально о создании очередной конференции и отмене решения Парижской конференции 1920 года, которая определила, что Спецбергеном заведует Норвегия. Мы тогда будем иметь приоритетное право, потому что у нас есть договор 1872 года, где мы имеем такие же права на Спецберген, как и Норвегия. Равные права. Другой вопрос. Вы знаете о том, что мы подписали морскую конвенцию ООН, конвенцию о морском праве 1984 года. Мы ее подписали в 1997 году. И как прилежные ученики начали ее исправно выполнять у себя в инициативном порядке в Арктике. Мы выступили инициаторами, самыми первыми начали применять эту конвенцию к арктическим нашим пространствам. В результате в районе Северного поля... Вячеслав Анатольевич, о жалею, не ваше время истекло, и время правительственного часа. Если только 30 секунд, пожалуйста, завершить фразу. Я предлагаю воспользоваться, Сергей Викторович, не только той концепцией в отношении этих районов Северного полюса, которую сейчас выработала Министерство иностранных дел, по которой ведется работа, но и все-таки отойти до догм, послушать мнение специалистов и вступить в прямые переговоры с другими арктическими государствами, их четыре, по поводу применения статьи 83 для раздела этих владений между пятью арктическими государствами. Да, конечно, значит, это потребует нескольких ориентаций нашей политической деятельности, но вопрос надо решать двумя проблемами. Тогда мы строим хотя бы шельф в районе Северного полюса.